всем доброго дня кроме оркообразных этим существам советую вообще отползти в туман подальше а сегодня представляю самое маленькое устройство по вихревой медицине это сделал еще несколько месяцев назад когда появился 3d принтер но все никак не было времени вам его показать но сегодня подробно распишу это полностью готовые изделия единственное что пока не определился с выходными разъемами я все еще года два назад все задумывал как бы сделать универсальный стыковочный узел но пока все колеблюсь что именно поэтому пока временные разъемы для внешних излучателей а так это полностью готовые изделия здесь находится тор дефиляр аккумулятор генератор зарядка все как я делаю обычно и фактически он почти в два раза меньше чем мир вот это устройство его еще можно было бы на миллиметров 20 сделать еще короче этом пока не заморачивался сейчас все покажу чтобы было понятно что на самом деле все работает показываем конечно не некоторые особенности в нем есть том что он немножко слабее чем например этот вариант так как пришлось все ужать по максимуму но тем не менее он полноценно работает выполняет свои функции и за несколько месяцев показал свои какие-то результаты как видите мощности достаточно хотя наименьше чем вот таких новых системах с 88 71 здесь тоже конечно стоит 88 71 но мощность выдаваемая наружу примерно соответствует как на старых добрых тогда 70 56 которые уже стану начинаем забывать значит система состоит из капсулы вот я вам ее показываю пока не вытаскиваю чуть позже тут полностью как я уже сказал все находится причем довольно свободном состоянии аккумулятор там стоит вот такой вот 18 350 я их уже неоднократно тоже вам показывал и использую вот в гибридах те гибридные яйца которые делал ну и такие вот более-менее миниатюрные устройства обычно там я ставлю их по два здесь стоит конечно один есть вариант такой что вот он на 900 миллиампер часов довольно таки оптимально вот этот на 850 вот он так должен быть он немножко меньше диаметром меньше размером так как он бескорпусный то есть если этот в корпусе вот бескорпусный и 850 миллиампер часов тоже очень неплохой вот буквально вчера получил аккумуляторы зарядкой вот такой набор с алиэкспресса естественно я больше честно говоря из-за этого прибора и их заказывал потому что аккумуляторы как я и думал они не очень такие оптимальные то есть это 16 340 а это 18 350 и вот эти имеют емкость 900 миллиампер часов а эти всего 500 ну если две штучки куда-то и вставляет то будет тысячам тем не менее вот эта зарядка включается и вот этих 8 аккумуляторов вот две кассеты по 4 они получились чуть больше 10 долларов если посчитать что это по доллару за пару баксов приборчик который может заряжать сразу четыре аккумулятора в общем то неплохо причем от юсби единственное что я тут же его доработал поставил дополнительные разъемы вот сишный разъем юсбишный едва таких вот на внешние чтобы можно было подключать пример вот такие аккумуляторы 18 650 ну или какие-то другие которые заряжаются на 42 вольта конечно не годится на 44 435 это вот как раз для прошлого поколения разработок если понравится то еще там пару разъемов добавлю по крайней мере у меня не хватает аймаксов ского и максовской зарядки для того чтобы многие аккумуляторы заряжать разряжать проверять но по крайней мере вот для испытания он у меня в основном что-то другое применять у меня есть вот свои зарядки но и все но не хватает а вот это вот как раз очень оптимально причем заряжает небольшим током где-то около 450 500 миллиампер поэтому сам а то не спеша включил его и пускай заряжает хоть четыре аккумулятора вот такие аккумуляторы я раньше брал еще в начале года они стоили не очень дорого даже мне удавалось их брать 10 штук по 13 долларов но к сожалению вот связи с известными событиями сейчас аккумуляторы сильно подорожали чуть ли не в два раза вот сейчас немножко стала цена падать был пик вот я их не брал например сейчас вот такие где-то можно взять чуть больше чем за 20 долларов 10 штук на алиэкспрессе тоже могу скинуть ссылку на них по крайней мере в них уже есть вот отводы удобнее чем с этими еще возиться надо как-то думать как их припаять их напрямую нельзя только сваркой вот так что по аккумуляторам вот например сюда вот это мои прошлые которые я в прошлом году когда у меня еще не было принтера то я вот вам показывал делал такие такие вот такое как-то показывал но так внутренности не показал вот ну я уже не раз показывал да как она работает вот вы видите а так это вот здесь два аккумулятора вот таких генератор это сама зарядка корпус зарядки скрывается вам не сложно вот то есть стандартная стандартный powerbank на два аккумулятора он обычно приходит вот такой пустой а стоит будет чуть больше доллара поэтому вот готовая правда тут и usb еще микро стоит уже устаревшая конструкция но еще годится его два аккумулятора и все сюда помещается как раз вот если присмотритесь вот генератор даже еще и с радиатором керамическим выключателя разъем и сама зарядка вот штатная все это все нормально работает но это все было в прошлом все из-за того что у меня не было принтера но тем не менее у кого не его и нету то вот можете использовать вот такие корпуса еще раз покажу все помещается и даже еще место остается вот таких два аккумулятора например сюда можно поместить вот зарядка самое лучшее которое я вам говорил вот генератор выключатель разъем все может поместиться сюда спокойно вот у меня вариант такой же я вам тоже наверно показывал это было собрано вот наподобие вот такого аккумулятора но тоже здесь еще старая зарядка старого типа и генератор опять же выключатель разъем и как я говорил это уже почти для меня в прошлом так использую иногда изредка сейчас основу основ получается вот такого типа или такого типа ну или то что я вам показывал вот капсулы и другие на днях еще покажу на посох значит как это все можно использовать вот я вам показывал уже в прошлых выпусках вот такие излучатели просто подсоединяем конечно если будет стыковочный узел тогда это можно будет унифицировать вот включаем вот опять же можем увидеть немножко слабее но тоже вот как видите я прошлом выпуске это вам уже показывал эти нюансы и вот такая унификация для чего она вообще да нужно вот опять же вот эти длинные ленты которые такие же вот излучатели вам показывал уже это это фактически готовый посох вот прямо карманный вариант то есть уже стыковать не буду но вот это вот разложили одно плечо второе плечо подключили все вот у вас готовый посох подвесили куда-нибудь или на кровать положили рядом параллельно телом вот вот например тоже когда-то показывал вам вариант жезлая толстого тоже подключаем и вот только вот так стыкуем только игру через нормальную стыковку пока я вот так вот не буду долго с этим возиться опять же вот если такая конструкция для чего она может предназначаться догадываетесь сами фантазируйте но в некоторых случаях она может очень что-то решить вот тут слабо да видно светится вот такая система примеру да вот тут я почти вот так сделал и вот те прошлые жезлы которые раньше надо было подключать через вот эти генераторы вот такие внешние или еще более внешние там от 220 которые питались вот вот тут трифеляр и теперь такая конструкция в общем то даже особо не нужно вот убираем это все раз стыкуем если это надо стыковать или это может быть уже стационарно сделано например если мы возьмем трубу тридцать двойку вот как это вот остальное внутрь спирали или берем длиннее чтобы вот на длину в это 50 сантиметров труба вот она конечно получше будет вот такая белая не серая сфера это совковые белые это под мир польский у нас продаются 32 к но стенки здесь потолще вот 18 миллиметра здесь по миллиметру также немножко надо пересчитывать но факт то что вот она красно 50 как раз может быть нормально для позвоночника и даже шейных позвонков то есть вот сюда вставляется во внутрь вот такая капсула полностью здесь внутри спираль в которой делается вот так вот то есть если у меня в тех вариантах таких внутри тоже трубка вот такая вот на ней спираль и я его внутрь вставляю то здесь наоборот вот эта же трубка 25 к вставляем 32 и тут как раз еще есть небольшой зазор вот это вставляется сюда примеру длиннее только этого внутрь вот у нас готовый жезл довольно таки практичный становится готовой полностью только заряжаем когда надо или вот это берем значит внутри стоит вот типа вот такая вот оправа длину я рассчитывал на такую трубу на эту чуть-чуть надо почти на миллиметр диаметр на полтора меньше вот и вот правда это у меня укороченный вариант частота очень высокая получилось поэтому тут надо длине и и сейчас увидите то есть вот такая конструкция может быть абсолютно готовым полностью жезлом опять же вот можно подключать вот такие если вы помните тоже когда-то вам показывал то есть вот прямо сюда и вот у вас уже что-то пол пол посоха полу какого-то там излучателя или между ними или так вот или вот как у меня был вариант вот такой вот если помните тоже но это все надо экспериментировать все заниматься ну факт то что если сделать универсальный стыковочный узел только вот так тык 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 куда надо вот сменную насадку даже вот примеру те яйца которые вам показывал вот примеру тут внутри тоже делается какие-то там обкладки двух сторон или стык или так или спирали или внахлёст ну факт то что вот так раз щелк вот у нас готовое устройство которое мы можем куда-то там прикладывать так что очень много чего можно сюда подключать или вот каким-то образом использовать ну или прямо жезл такой или прямо сделать посох такого типа как раньше я делал то что такого диаметра 32 но эффект у них меньше на 32 чем вот на 50 трубе так что все-таки желательно 50 использовать вот ва я вам показываю внутренность так как я делал макетные варианты и все никак нет времени сделать полноценную вот пока вот так тем более что как оказалось я рассчитывал где-то 370 380 килогерц ну по верхней границе пройтись но получилось 4 420 так как все-таки из-за того что диаметр здесь очень малый как внешне так и внутренней результате она размазана то поэтому частота из-за уплотнения повышается но по крайней мере вот я хоть попрактиковался и с частотами более 400 килогерц как видите вот здесь опять же три филяр это обязательная моя система в таких устройствах все плотненько намотана слой слой ни один слой не разрыхляется все четко им туда-сюда туда-сюда и вот тут аккумулятор сюда вставляется вот этот вот генератор с радиатором небольшим керамическим и зарядка выключатель вот все устройства и причем я еще тут я говорю легко свободно все делал еще так не уплотнялся там уже если брать есть еще аккумуляторы такие 26 350 то есть в диаметре они на 8 миллиметров больше чем вот такой аккумулятор но емкость у них получается 2000 то есть чуть больше чем два раза в этого 900 а там 2000 но стоимость у них просто бешеная то есть если емкость увеличивается в два раза то стоимость там почти в четыре раза очень дорогие получается раньше они как-то еще до заварушки стоили где-то там шесть-семь долларов за одну штучку это меня это так не очень а сейчас они около 10 выше стоит одна штучка поэтому дорого пока вот сейчас цены будут если снижаться вдруг то тогда можно будет и такие 26 брать так потому что они более так сказать тут более лучше подходит так как 900 все-таки это на два с половиной три часа работы устройства ну если это пользоваться не часто то на несколько дней хватает а если все-таки довольно часто и много народу то конечно этого маловато все время надо заряжать а тут получится если 28 вот тут значит у нас 32 к здесь где-то по миллиметру стенки то есть получается 30 и 28 это еще получается для того чтобы вот это в миллиметр у нас стаканчик вот заходил но чтобы все это было в одном узле находилась и вот этот аккумулятор тогда будет вот примерно такая 130 миллиметров длина 32 диаметра а если мы вот в этом варианте будем использовать то тогда это можно вот это все сжать где-то там на сантиметра 2 даже больше но учитывая надо что мне еще частоту надо будет опустить все-таки до 380 хотя бы то то где-то мне надо сантиметр будет эту втулку увеличить в длину я больше никак я не могу увеличить только в длину да и из-за того что она вот в таком виде я же вам когда-то говорил что идеальный тор когда сечение квадратное то есть когда мы его разрезаем вот здесь по сечению и вот у нас квадрат это вот идеально вот здесь это уже не совсем я вам уже говорил что процентов 10 мощности здесь теряется из-за того что вот он такой а вот нет не такой как раньше мотались как вот в этих случаях у меня тут здесь получается потеря где-то процентов на 10 но учитывая что мощность генератора значительно выше чем в обычных ты до 70 56 поэтому это в общем-то не столь страшно тем более трифеляра трефелярная намотка здесь же уже потеря где-то процентов 20 но это тоже не особо важно так как все но запас имеется а большую мощность имеет но тем более если вот это использовать для позвоночника или каких-то других более таких контактных вещей той мощности не нужно надо более нежно ко всему относиться поэтому это не столь страшно и эта потеря насадится измеримо вот и естественно если еще уже это все делать то это будет еще большие потери но по крайней мере я вот это все проверил несколько месяцев все это испытывалось и до направленность получается она довольно таки вот здесь вот направлении вот вот если использовать именно вот это если в таких торах конечно как обычно грубо берем вот это она же так мы кладем куда-то то здесь вот она получается уже соотношение диаметра длины уже длина больше но вот именно направленность вот здесь излучение довольно таки мощное получается это получается как бы пучок и этот пучок он достаточно но может тут еще из-за того что все-таки выше 400 килогерц еще действует но заметно есть какое-то такое странное влияние она не хуже нет она дает эффект положительный я не заметил чтобы она давала какие-то отрицательных вариантов хотя конечно по вы завышенная частота уже не очень по идее должно быть хорошо все-таки 300 350 вот где-то так желательный ну вот как эксперимент у меня прошло следующий вариант который буду рассчитывать конечно рассчитаю чтобы хотя бы было 380 370 и вот здесь уплотню если для этого аккумулятора и вот получается так что если мы будем использовать для конкретных случаев то значит вот вот такая капсула универсальная намотали вставили запаяли вот готовые изделия мы можем куда угодно вставлять и уже из прямо и использовать устройство получается достаточно миниатюрные причем если его так вот рассматривать вот например вот такое делаем как в ручках обычно зажим и можем прямо там на воротник на пояс куда-то еще вообще его легко где-то вставить в рукав где-то там за поясом его просто просто держать это довольно таки удобно так что если все-таки что-то решу со стыковочным узлом у меня еще раньше было мысли сделать стыковочный узел вообще универсальный вот этот торг сделать универсальным в принципе то есть какое-то блочное устройство которое будет на входе и на выходе иметь два разъема один разъем и второй разъем и вот в любое устройство мы вставляем этот тор и уже для чего это надо для того чтобы разные частоты были и возможно разная намотка но тем не менее я все-таки больше склоняюсь вот такому варианту на будущее и уже стыковочный узел тогда будет позволять нам очень оперативно менять это и другое и третье так что вот на сегодня пока все следующий раз я наверно все-таки вам что-то с посохом покажу да но не показывал и кое-что будет довольно таки интересный сюрприз все всем пока орки сгиньте